дорогие зрители здравствуйте приветствую вас на своем канале даже не знаю как мне называть свой канал наверное я верну его название moda gd хотя в прописном варианте все-таки останется мода стиль и минимализм и те кто ищет меня на латинском языке пожалуйста забивайте moda gd как и было раньше я уверена что на мой канал поисковик youtube вас совершенно точно приведет итак сегодня у нас прогулка стандартная потому что сегодня выходной сегодня 26 число сегодня выходной день после празднования рождества и мы снова впаду и как и большинство итальянцев которые которые просто гуляют мы также просто гуляем выбрались на прогулку выбрались пообедать и очень часто возникает вопрос по поводу погоды действительно если посмотреть на мои репортажи на мои стрит стайлы можно подумать что кто-то просто таки утеплился а кто-то гуляет прямо-таки футболка хочу сказать что эта особенность климата о котором я например не знала об этой особенности я даже не подозревала когда приехала сюда в италию здесь во-первых вся архитектура и все постройки именно сосредоточены на сохранение тени в жаркие дни в летнюю погоду а также жаркой весной и поэтому если вы находитесь в тени там может быть очень очень прохладно если вы выйдете на солнце и солнечные дни последнее время то вы прямо-таки согреетесь возможно вам станет настолько тепло что вы захотите снять верхнюю одежду именно поэтому очень многие ходят верхней одежде расстегнутые потому что да чуть-чуть выйдешь на солнце и становится действительно тепло зайдешь в тень и достаточно прохладно и достаточно сыро здесь совсем другие требования к одежде здесь та многослойность которая стала модной по всему миру которая возможно пришла в том числе и из италии она как раз таки необходима для того чтобы не мерзнуть здесь не спасет просто толстый свитер и шуба сверху здесь нужна хлопковая многослойность много слоев и будет достаточно тепло и так что мы видим в этом стритстале мы видим снова очень много белого очень много бежевых белых аутфитов обратите внимание вот на такую интересную обувь я ее стала видеть все чаще и чаще это укороченные угги пока именно угги выпустили такую версию обуви недавно я показывала как я свои собственные угги так обрезала но на самом деле совершенно из других соображений мне нужен был кусочек замши и тем не менее я думаю что это как раз таки тренд который станет очень популярен и также я покажу в этом стритстале если все не войдет в последующем снова на цветные носки я думаю что все зрители моего канала смогли уловить заметить и почувствовать этот тренд в следующем году он будет мега супер популярен этот цветной носок если раньше щиколотки были обнаженные то теперь щиколотки все чаще и чаще закрываются либо просто черным или белым носком но все чаще и чаще это фантазийные носки и носки с блестками носки расшиты носки с пайетками носки с люрексом все возможные фантазийные носки что ж мы видим очень много шуб снова хочу обратить ваше внимание на так называемые старомодные коричневые шубы их очень и очень много на мой взгляд они смотрятся очень очень здорово потому что однажды они были объявлены старомодными и они как будто бы исчезли и их стало очень очень мало и посмотрите как классно и здорово можно обыграть старомодную шубу из коричневого меха норки при помощи прежде всего обуви очень хорошо и мне очень нравится как смотрятся шубы с кроссовками а также из челси но и также любую старомодную шубу можно обыграть при помощи брюк которые укорочены которые заужаются это будет смотреться очень и очень здорово также можно встретить современный окрашенный мех он тоже присутствует в италии вообще меха очень много повторюсь для многих моих зрительниц это было удивлением для зрительниц которые живут в россии для зрительниц которые живут в других европейских странах невозможно движение зеленых более активно но тем не менее в италии очень популярен цветной мех это прежде всего розовый и голубой мех его на острицей стали я встречаю очень очень часто дорогие зрители недавно я выпустила видео о сумках где рассказал какие сумки на мой взгляд на наиболее популярны здесь в италии и наиболее комплементарные для всех нас для женских фигур для модниц я обратила внимание на кроссбеги на яркие кроссбеги на фактурные кроссбеги покажу вам витрину это мио мио и эта витрина эта марка наверное воплощает собой итальянский стиль то что популярно сейчас совершенно точно здесь в италии и то что признаюсь мне раньше казалось странным очень вычурным а но теперь мне очень нравится любой даже самый базовый как бы мы могли сказать скучно вот такая яркая сумка фактурная сумка значит фактурная сумка который допустим а текстиль используется вместо кожи либо вот такая кожа которая каким-то образом драпируется каким-то образом теснится и обрабатывается это также большое количество фурнитуры либо явная фурнитура золотая либо серебряная цепочка возможно цепочкой кожаная ручка а это посмотрите витрина пинку мне в этом сезоне в особенности понравились витрины пинку а также витрины магазина твинсет я к этим маркам всегда относилась спокойно но совершенно точно в твинсет я бы заглянула на распродажах потому что мне очень понравились компоновки мне очень понравились у них юбки пальто а также трикотаж я много раз показывала именно витрины твинсет магазина и вот эти сумки тем более посмотрите это поясная сумка и И раньше бы я совершенно точно сказала, что это очень-очень сложный аксессуар. Но я обратила внимание, что сумки вот с таким количеством фурнитуры прекрасно смотрятся в движении. Они отражают цвет, они блестят на солнце. И они очень здорово дополняют любой ансамбль. Эти сумки, повторюсь, раньше я бы не обратила на них внимания. Сейчас мне стали очень-очень нравиться. Присмотритесь к ним прежде всего на стрит-стайле, который я так или иначе снимаю. В руках у модниц яркие сумки. И сумки с явной фурнитурой смотрятся очень-очень хорошо. Еще также хочу обратить ваше внимание, в который раз, что белые брюки прекрасно смотрятся не только на нас, представительниц прекрасного пола, но также на сильной половине человечества. Белые брюки, а также бежевые, слегка-слегка бежевые брюки, молочный цвет. Все оттенки яичной скорлупы очень хорошо сочетаются с темно-синим верхом, с бежевым верхом, а также вот с таким насыщенным коричневым карамельным цветом. Смотрится очень элегантно, очень красиво. Повторюсь, что на мужчинах, что на женщинах. Музыка 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 Витринисты намекают нам на то, что если мы купим такое интересное платье, то мы сможем его потом в повседневной даже жизни, конечно же, когда будет достаточно тепло, носить вот таким образом. Я говорила, что витринисты рассказывают нам, что самое вечернее платье, прежде всего, если оно короткое, оно прекрасно обыгрывается при помощи грубой обуви и превращается в повседневный наряд, ну и также при помощи вот такого черного блейдера. Повторюсь, это витрина Pinko. Я думаю, что очень многие могли догадаться, что я также готовлюсь к отдельному видео про обувь. Обувь итальянки любят фактурную, со стразами, очень-очень яркую. А эта витрина снова Prado, я ее уже показывала, но посмотрите, как неаккуратно оформленная эта витрина в этот раз. Я не знаю, куда смотрели стилисты и витрянисты Prado. Если бы мои работники так витрину оформили, а я была бы директором магазина, я бы их очень-очень-очень сильно отругала, потому что носки скошены, обувь неаккуратно застегнута. Показываю я эту витрину, конечно же, исключительно для того, чтобы показать, что да, носят, носят и предлагают носить нам любую обувь, даже босоножки на босу ногу, которую должны надевать, прежде всего, вот с таким носком. В данном случае, это тонкий хлопковый носок. Продолжение следует... Ну что ж, дорогие зрители, за сегодня я рискнула и я надела и закомпоновала верхняя одежда плюс верхняя одежда. Не очень хорошо видно, но это сеньора, на которой надета кожаная куртка и поверх вот такое пальто. Я показываю вам витрину, возможно, вам не очень хорошо видно, но это тренч, надетый поверх тонкого пальто. Для такого интересного сочетания вам понадобится именно тонкое бесподкладочное пальто. Вы можете надеть его под вашу верхнюю одежду, которая будет плотнее, либо поверх верхней одежды. Я показывала, как я надевала такое тонкое пальто. В мангу я примерила поверх своей шубы, в которой я и сегодня нахожусь. Итак, нам понадобится тонкое пальто, база очень тонкая, тонкий свитер, потому что мы будем создавать многослойность, но мы должны понимать, что эта многослойность не должна она исполнить. На мне леггинсы, на мне свитер средней плотности, на мне пальто бесподкладочное, в данном случае розовое, и также сверху шуба. И вот как все получилось, на мой взгляд, очень-очень здорово, очень свежо. Сегодня я получила очень много комплиментов от стритстайлеров, которых я останавливала и фотографировала. И сегодня я себя чувствовала, что называется, на стиле. Повторюсь, таких вариаций может быть огромное количество. Я выпущу отдельное видео, где постараюсь закомпоновать кусочки со стритстайла, но я всегда обращаю внимание, как, например, вот эта сеньора. У нее очень плотный пиджак из вельвета, и поверх надета вот такая длинная шуба. При этом я уверена, что эта шуба модернизирована. Я думаю, что этой шубе достаточно много лет, от нее отрезаны рукава, они сделаны короткими. И посмотрите, как это классно смотрится. Мои зрители, которые смотрят стритстайлеры регулярно, уже обратили внимание, что это совершенно популярный способ в Италии носить вот таким образом верхнюю одежду, вот таким образом утепляться. И самый распространенный способ, это, конечно же, меховой жилет, поверх пальто, поверх кожаной куртки, поверх пиджака, жакета, всего чего угодно. Но и вариация пальто плюс пальто мы уже много раз видели, а также шуба поверх пальто, как правило, шуба с рукавом 3 четверти, либо вот такой совсем короткий рукав, встречается тоже очень-очень часто. Посмотрите, как классно выглядит молодой человек в бежевом пальто. Бежевое пальто это то, что я захотела для своего сына-подростка, потому что полностью черная компоновка, плюс бежевое пальто, плюс белая спортивная обувь, на мой взгляд, на мальчиках, на юношах смотрится очень-очень здорово. Субтитры подогнал «Симон» Ты хочешь с Егоркой пойти? Дорогие зрители, желаю всем хорошего праздничного настроения, желаю всем приготовить хорошие, приятные, классные подарки для своих близких и получить в подарок то, что вы загадали, то, что вы сами желаете. Но самое главное, я желаю всем действительно праздничного настроения, этого ощущения праздника, этого предвкушения праздника, которое так приятно. Я с вами обращаюсь, но мы увидимся очень-очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.